Здравствуйте, дорогие мои подписчики, друзья и гости моего канала, цветоводы, любители и в общем все, кто любит цветы, все, кто любит клематисы, лианы. В общем, всем здравствуйте, мы рады всем, я рада всем, всем, кто заходит на мой канал, всем гостям, всем я рада. И, значит, сегодня я, как обещала, тема пойдет о княжиках. Вот я совсем недавно уже показывала видео, как я была в Голландии и за тот период, пока меня не было, я приехала, первый мой взгляд, вводя в дом, в ворота, я увидела цветение моих прекрасных нежных княжиков. Это самое раннее цветение, которое я видела, у меня всегда были раньше только клематисы, совсем недавно я приобрела княжики, несколько сортов, и вот я только-только начала ними любоваться. Княжики у меня уже три года, ну вот, по-моему, это четвертый год, и я наблюдаю за ними только вот такое вот пышное цветение, то есть совсем недавно, и, в общем-то, очень этому довольна. Потому что после тюльпанов, нарциссов, когда еще ничего не цветет, свое цветение начинают княжики. Ну и вот у меня ранний очень сорт княжик Кантри Роуз один, и есть у меня еще очень ранний сорт Мэйдвилл Холл, он голубого цвета. Но обо всем по порядку, значит, вот Кантри Роуз, сейчас я его обойду, покажу его поближе, какой он нежный, какое у него нежно-розовое цветение, махровое, и насколько обильное. Княжики я точно так же, как и Клематис, и расположила в такие колонны из оцинкованной сетки, которые, в общем-то, удобно. Я специально отделила сорт от сорта, чтобы они не переплетались друг между другом, хотя вот здесь вот расстояние между сетками небольшое. Ну, в принципе, просто вот хожу, если они вот так вот отклоняются, то можно их сюда вот закрутить, и будет удобно. Они хорошо цепляются за опоры сами усиками. Значит, сам цветочек, что из себя представляет? Ну, где-то вот размер цветочка где-то около 5 сантиметров, он махровый. Внешняя сторона лепестка более темно-розовая, внутренняя сторона лепестка более нежно-розовая, тычиночки светлее. Имеет, ну, такой слегка-слегка уловимый запах цветочный. Даже, ну, вот еле-еле слышно, ну, такой, знаете, запах какой-то вот, какой-то нежной сладости. Но, в принципе, за тем, как цветет сирень, сложно вообще заметить это, если так, ну, перенюхиваться, да. Ну, так вот слышно. Значит, княжик Кантри Роуз цветет в высоту до 2 метров. Цветет он с конца апреля и начала мая. Сегодня у нас 15 мая. И он уже, как бы, некоторые вот цветочки, видите, уже отцветают. Вот, и они превращаются в такие семенники, в пушистики, которые я потом или ножничками, или просто вот обломаю их, да, и все, чтобы они не тянули, чтобы они не тянули соки с растения. Это растение первой группы. На вид, кажется, очень нежное, очень такое капризное. Что на самом деле это неверно. Почему? Потому что княжики, вы знаете, они намного, как бы, не такие болезненные и, как вот клематисы, если в сравнении, да, взять. В общем-то, купив княжик и посадив у себя на своем участке, вы приобретаете надежного, крепкого, здорового друга, который будет у вас без хлопот расти туда, куда вы его посадите. Значит, что еще можно сказать? Он прекрасно расположится у вас на заборе в сочетании с любыми хвойниками, кустами. И, если вы захотите, то, в принципе, можно его использовать как декоративное, как почвопокровное растение, если у вас есть такая площадь, куда можно его посадить. И он распространится, разлезется. Или какой-то пригорок там есть у вас, каменистый. Вот, очень будет красиво выглядеть. Может зацвести повторно летом. И, в общем-то, конечно, цветение не будет такое обильное, как первый раз. Возможно. Но вы это цветение увидите. У меня вот, например, в прошлом году довольно-таки обильно летом цвел. Но, может быть, такое, что он же еще молодой у меня. Да, вот, и еще хотела сказать по поводу обрезки. Вот пишут, что, везде пишут, что, якобы, княжики не нужно обрезать. Это первая группа. Да, это так. Его можно не обрезать, можно ничего с ним не делать. Но санитарная обрезка в любом случае нужна. Или же, если вы хотите получить повторное цветение своего княжика. Но, вот, сейчас, допустим, первое цветение происходит на побегах прошлого года. Цветки появляются из пазух листьев. Вот, ну, вот, к примеру, прошлогодний побег, вот деревянистый такой. И здесь листики. И из пазух пошли уже цветочки. И так вот по всему княжику. Дальше, чем больше, допустим, первые 2-3 года он растет на, цветет на побегах прошлого года. А уже дальше, когда он станет старше, он может цвести и на побегах нынешнего года. Значит, что еще? По поводу обрезки. Вот сейчас он отцветет, вот, весной. Цветение у него около месяца происходит. Его нужно будет, вот эти цветочки, просто посрезать семенники. И дальше пойдет отрастать вот такая вот мягкая лоза. На этой лозе летом он тоже, возможно, зацветет. Вот из вот этих вот пазух пойдут, может быть, цветочки. Поэтому пока что мы его не трогаем. Как только летом он у нас отцветает, тут же мы должны его подстричь, если его вам нужно подстригать. То есть, если вот такие вот, как у меня колонны, метр восемьдесят, и мне некуда его больше заплетать, то я его могу контролировать. То есть, я его могу срезать, вот эти вот молодые побеги, и у меня останутся побеги, которые вот не выше этой колонны. Но только с тем условием, когда он летом отцветает, и для того, чтобы успела вызреть лоза, мы срезаем сразу же эту лозу, укорачиваем, в смысле, укорачиваем просто немножко, не то что срезаем, а укорачиваем на ту длину, небольшую длину, которую нам нужно. И тогда, до осени лоза вызревает, и на следующий год у нас спокойненько себе, без всяких проблем для здоровья и ущерба цветению, появляются новые цветы весной. Только, опять же, сейчас скажу, что обязательно только после того, как княжек отцвел, не позже. Вот отцвел, подкоротили его, и лоза отрастает до осени, вызревает. Значит, вот тоже ранний сорт у меня, княжек Мэйдвэлл Холл. У него цветочек немножечко покрупнее, чем у Кантри Роуз, где-то до 8, может быть, сантиметров. Вот некоторые цветочки уже тоже поотцветали. Этот княжек немножечко повыше, до 2,5-3 метров. Также все княжики относятся к первой группе, группа Атрогены. Вот далее у меня княжек Пурпл Дрим. Вот только-только зацветает. Княжики тоже по срокам цветения разные. То есть есть раньше зацветают, не все в одно время зацветают. Есть позже зацветают, вот видите, еще только в таких вот цветочных бубочках. Как это правильно сказать, цветочных, ну, в цветках таких вот. Также, значит, сторона внешняя у него более темная, более бордовая. Внутренняя сторона посветлее будет. И серединка лимонного цвета. Это княжик Пурпл Дрим. Вот сегодня 15 мая. Он только-только зацветает. И видите, он высокий, выше намного, чем, допустим, Кантри Роуз. Также сорт княжика, вот у меня тоже распускается, Pink Swing. Здесь он нежно-розовый цветок, также до 8 сантиметров. Вы видите, внешняя сторона светлая, с прожилочками более темными. Внутренняя сторона, даже, вот видите, лимонная какая-то есть нотка. Срединка более такая, желто-лимонно-розовая. Ну, вот какая-то такая махровая. Длинные лепестки такие махровые у него. Достаточно тоже обильно цветущий сорт. Вот такой. Также высота у него до 3 метров. Но мы, конечно, контролируем все княжики. Это если, допустим, у людей план завить на арку, или же на забор надо, чтобы он больше разлегся. Тогда его нужно помогать ему, заплетать его там, где нужно, опускать наверх. Тогда можно его там не обрезать. Он сам себе как хочет, так и расползается, и цветет так, как ему нравится. Ну, так как у меня такие колонны по метр 80, то мне как бы и не хотелось бы, чтобы они спутывались между собой. Вот поэтому они у меня вот так вот, просто в колоннах. Эти колонны у меня прекрасно раскрываются. Вот я сейчас покажу на примере. У меня здесь уже клематисы. Вот, к примеру, муж закрепил. Ну, вот это вот здесь крепление. Они просто вот эти проволочки раскрываются вот так вот. И вся колонна, вот, нужно каждую раскрыть. Вся колонна раскроется, и можно ухаживать, как вам будет удобно. Ну, смысл понятен. Вот по шву все это раскрывается, и можно ухаживать. Если нужно какие-то работы сделать внутри колонны. Ну, а мы особо не трогаем это. Делаем только один раз в году, когда делаем санитарную обрезку. Вот, еще у меня есть княжики на более северной стороне. А, да, еще не сказала, что княжики точно так же, как и клематисы, любят солнышко. То есть растут они у меня на полном солнце. Здесь никаких у меня деревьев нет. Здесь полностью у меня цветник. Но если будет у вас ажурная тень, то княжики это перенесут. Вот почему я посадила и княжики на более северную сторону. Там у меня солнышко, получается, идет после обеда. Это на задней стороне дома. И они там себя, в общем-то, тоже неплохо чувствуют. Потому что первая часть дня солнышка нет. Дом закрывает. Также там у меня посажены гортензии. Там еще и деревья фруктовые, абрикос растет. Вот, и я посадила туда три княжика. И вот тоже буду за ними наблюдать. Но пока вроде бы зацвели. И сейчас я, в принципе, могу их тоже показать. Мейдвилл Холл тоже красавчик вот такой. Ну, прям вот красавчик зашла. Такая нежность нежная. Прямо Purple Dream раскрывается. Так, значит, Country Rose. Это бордовый Purple Dream. Вот Мейдвилл Холл. И Pink Swing. Pink Swing. Огромные цветки такие. Поникшие формы колокольчатые. Вот. Но очень красиво. Тоже. Если, допустим, в сочетании, они будут, даже если переплетутся, с вот разными цветами, если вам это не принципиально, допустим, как мне, а наоборот, будет даже красиво, то супер. Будет выглядеть супер. Так, сейчас я покажу, какие княжики у меня цветут на северной стороне дома. Так вот, сразу видите, да, где солнышко, где княжики. Это северная сторона дома. Здесь у меня и хосты, и гортензии большелистные, крупнолистные. И вот посадила, здесь муж сделал мне из сетки и уголка такую стенку, куда мы посадили княжики и клематисы третьей группы. И вот у меня княжик называется Blue Surprise. Вот такого вот он фиолетового цвета. Внешняя сторона более темная. Внутри чуть посветлее, серединка лимонная. И такие лепестки у него как бы не крупные, а вот такие вот узкие. Четыре верхних лепестка более широкие, а внутренние более узкие. Значит, он довольно-таки крупный цветок. Тоже, я думаю, до 8 сантиметров. Вот, смотрите. Вот такой. И это только начало цветения. Этот княжик у меня посажен только вот третий год, поэтому я еще как бы за ним наблюдаю. Вот. Он довольно-таки раскидистый. Дальше у меня Pink Surprise. Вот тоже это новые все княжики. Вот они только-только раскрываются. Вот еще только цветочные у них почки раскрываются. Вот такой. У него такая присутствует как бы некая такая рябость. Внешняя сторона розовая с белыми прожилками. Внутри он тоже если видно вот что он неровного цвета розового а вот он с такими белыми прожилками и серединка у него лимонного цвета. махровый. Пока еще непонятно насколько сильно раскроется цветок. Я не знаю. Сейчас он где-то 4 до 5 сантиметров. вот и так вот он у меня высоко. Да еще хотела сказать что желательно княжики первое время когда они молоденькие их желательно не пускать сразу вверх а заплетать их более пониже потому что они очень быстро вскарабкиваются наверх и тогда у вас весь низ будет голым. То есть все цветение будет происходить на верхушке а весь низ у вас просто будет голый. Ну в общем-то вот так вот уже получилось. Я его не обрезала весной решила посмотреть. Но это всегда можно контролировать. То есть можно всегда сделать стрижку такую как тебе нужно. И в общем-то вот видите под большим деревом под абрикосом обычно вообще растения как бы плохо растут какие-то. А у меня здесь тени любивые всякие растения ну и вот княжики. Значит это был княжик пинг сюрприз. Дальше у меня княжик golden dream. Вот он еще как бы еще только-только-только еще. Но может быть из-за того что это все же северная сторона притяненная. Вот видите часть растения в тени а половина на солнце. Это как раз тот эффект которого я и добивалась. То есть все клематисы они если будут у них ноги в тени а вторая часть растения на солнце то это даже очень хорошо. Они себя так чувствуют лучше потому что солнце не печет. Хотя солнце в любом случае сюда после обеда повернется. Вот и как бы оно уже стало разворачиваться потому что уже дело к обеду. поэтому но я думаю что здесь в принципе княжикам будет неплохо. Ну и сесиль с этой стороны вот цветочек какой-то такой не очень сейчас я обойду и purple green конечно красавец и покажу сесиль очень хорошо что они на эту сторону цветками поворачиваются я думала что к солнышку наверное вот сесиль тоже ранний княжик вот такой он цвета фуксии тоже наполовину махровый серединка светлая а внешняя сторона более темная внутренняя более светлая вот это сесиль тоже посажен только у меня третий год вот он видите распадается надо его поправлять помогать ему разлаживать на сетку чтобы он ухватился уцепился а вот уже отцвел цветочек и мы его удаляем потому что не надо нам чтобы силу вытягивал с растения вытягивали вот эти вот семена с растения мы удаляем но только не бросаем его вот где попало а собираем потому что потом все это все эти семена могут сходить вот и какая будет сортность неизвестно поэтому нам они не нужны нам нужны сортовые растения вот это то что касается княжиков дальше тут у меня каска это клематис княжик желтый каска он еще только только вот тоже у него желтенькие цветочные почки просыпаются уже цветки в общем-то а когда он в прошлом году зацвел это было конечно нечто желтого княжика или клематиса я еще у меня еще не было никогда и когда он цвел было конечно зрелище великолепное но он очень объемный очень объемный я надеюсь что он тут вообще завьет площадь большую потому что по силе роста это уже сразу видно ну и княжики в общем-то тоже они очень объемные я думаю что с легкостью вот эта арка у меня завьется ну а дальше там клематисы уже у меня третьей группы уже посмотрю дальше на их цветение это все молодые мои посадки новые посадки вот ну что еще сказать по княжикам что княжики в общем-то ну мы вообще никакие клематисы не укрываем потому что у нас юго-восток украины и поэтому никаких укрытий на зиму мы не делаем что еще княжики выдерживают температуру до 30 градусов а то может быть и больше практически не болеют но хотя я не могу сказать что допустим вот когда шли дожди то наверное никакому растению нехорошо то есть много воды тоже не надо полив просто красавец полив тоже должен быть умеренным поливать нужно не на шейку растения а рядом положить шланг чтобы или с ведра просто взять полить приствольный круг чтобы со шланга вот так вот как некоторые поливают так нельзя поливать потому что грибы развиваются разные вот ну и все больше в общем-то мы и никаких работы не делаем любят подкормки естественно как и все другие растения то есть так вот что нельзя сказать что посадил и и забыл в общем-то не ухаживаю все няшики точно так же любят и подкормки и торф можно и точно так же как и клематисы мы вот видите мульчу насыпали потому что земля высыхает и корневая же у них как пересыхает прогревается слишком сильно горит вот поэтому тоже нежелательно они любят чтобы у ножек было притянено вот и пробрызгиваем конечно от вредителей от грибковых заболеваний всяческими там допустим эпин циркон вот что-то такое иммуно стимулирующее это тоже не помешает ну для чего мы это делаем ну чтобы любоваться тогда и цветы красивее крупнее и ярче и растение здоровое тоже как бы радует что вот видно что оно не болеет не не плачет не просит тебя о том что ему плохо знаете растение оно что же как живое как любое как животное что ли тоже просит тебя о помощи если ему плохо вот поэтому мы стараемся как бы своевременно все это делать это забота приятная особенно для тех кто любит заниматься растениями поэтому если а вот же еще один княжек я не показала но он у меня даже мы ему наложили шину он немножечко надломился так муши-мушину наложил так он даже еще и зацвел это у нас пропертиус вот пропертиус там у него сломалась сейчас я обойду ножка и мы палочку подставили подвязали его тоже цветочки тоже отцветают тоже первое цветение в том году только посажен вот такой более разлогий цветок внешняя сторона более сиреневая внутренняя сторона более светлая пыльники лимонно белые и цветок видите он то полумахровый но более такой как лилия разлогий вот такой вот сортик насколько высота по описанию соответствует пока не могу сказать потому что молодой то есть я всякое описание которое вот пишется я всегда проверяю на своих клематисах на в общем на своих на своем опыте потому что не всегда все соответствует так как пишется вот в принципе если будут какие-то вопросы задавайте чего-то может быть я не сказала что-то упустила что-то забыла если по отдельности по каждому сорту ну можно в принципе будет потом хотя я уже в общих чертах уже сказала вроде бы все вот Мэйдвейл холл очень красивый нарядный тоже голубой махровый такой просто красавец вот так что жду ваших вопросов жду ваших отзывов о княжиках может быть кто-то что-то напишет новенькое то чего я не знаю не сказала вот как вы ухаживаете за княжиками какой у вас опыт есть по уходу за княжиками пишите мне я вам с удовольствием отвечу все всем пока пока желаю всем удачи всем красивого цветения новых совершенно новых интересных посадок что будет вам доставлять удовольствие и радость конечно мирного неба над головой и всем хорошего дня и недельки всем до свидания